Всем привет! В эфире Континент. Меня зовут Игорь Цусарский. Сегодня 20 января 2024 года, информационный выпуск. Я расскажу вам некоторые новости, которые привлекли мое внимание. И начну я с опроса, который провело агентство Rasmussen Reports. Он был опубликован вчера, в пятницу. И вот чему он посвящен. Он посвящен двум фигурам, а именно 44-му президенту Барак Обаме и 46-му Джо Байдену. Более шести из десяти избирателей считают, что бывший президент, демократ Барак Обама, оказывает влияние на нынешнюю администрацию Байдена. В том числе 53 процента считают, что Байден является марионеткой в третьей администрации Обамы. Опрос показал, что 63 процента вероятных избирателей говорят, что Обама, по крайней мере, влияет на Байдена, своего бывшего вице-президента. В том числе 40 процентов говорят о том, что очень вероятно это. И, что интересно заметить, 56 процентов демократов говорят, что вполне вероятно, что Обама оказывает влияние на Байдена. Кроме того, 37 процентов опрошенных говорят, что они полностью согласны с представителем республиканской партии Грегом Мерфи, который в прошлого года заявил, что Байден является марионеткой прогрессивного левого отряда, возглавляемого Обамой. Полностью с результатами опроса вы можете познакомиться на канале Ньюс Мэкс. Добавлю от себя, что ни на йоту не сомневался в том, что Байден фигура не самостоятельная, и что без усилий со стороны Обамы и Ко, ему бы никогда не светило место в Белом доме и в истории. Правда, в истории его место будет, как сказал бы герой джентльменов удачи у Параши. Простите уж великодушно за этот неблагозвучный слог. Следующее сообщение. 23 января политик из Миннесоты, конгрессмен Дин Филлипс, намерен победить непопулярного президента-демократа Джо Байдена. В этот день пройдут праймерис в штате Нью-Гэмшир, который имеет репутацию политического кладбища для действующих президентов-демократов. В 1952 году Гарри Трумэн свернул свою предвыборную кампанию через несколько недель после того, как проиграл праймерис Нью-Гэмшире сенатору от Теннесси Эстер Сутфоверу. В 1968 году Линдон Джонсон снялся с предвыборной гонки после того, как его опередил сенатор от Миннесоты Юджин Маккарти. Результат, который убедил Бобби Кеннеди вступить в борьбу. Филлипс лидирует среди незадекларированных избирателей, в то время как зарегистрированные демократы активно поддерживают президента Байдена. Филлипс опережает Байдена на 14% среди незадекларированных избирателей. Что интересно, поскольку в Нью-Гэмшире открытые праймерис, независимые даже республиканцы могут голосовать. И это делает подобное голосование, вносит это обстоятельство в серьезную интригу. Сильный результат, имеется в виду Филлипса, может изменить ситуацию на следующей неделе. И хотя с опозданием в гонку вступят более известные имена, считает Эндрю Янг, который баллотировался от Демпартии в 2020 году. Вы помните, наверное, этого бизнесмена. В свою очередь, Кристофер Гальдиери, профессор политологии в колледже Святого Ансельма в Нью-Гэмшире, считает, что сильное выступление мистера Филлипса вызовет тревогу. Но, тем не менее, следующие после Нью-Гэмшира праймерис пройдут в Южной Каролине, которая спасла Джо Байдона в 2020 году. Историю этого спасения мы вам рассказывали еще в те уже, можно сказать, далекие времена. Так, несколько слов. Кто же такой Дин Филлипс? Ему сегодня, именно сегодня, господа, стукнуло 55. Это американский политик от Демпартии, фермерско-рабочей партии Миннесоты. С января 2019 года он представляет третий округ штата Миннесота в палате представителей. Вот такой вот человек бросил перчатку президенту. А вот кто, возможно, будет следующим, мы узнаем, наверное, позже. Перенесемся в Колумбийский университет. Деятельность двух пропалестинских групп в этом университете приостановлена. Университет заявил, что они нарушили университетскую политику, используя угрожающую риторику и запугивание. Ну, не прошло и, как говорится, да, со времени, 7 октября. Но накануне приостановки обе группировки провели серию протестов и других акций, призывая к прекращению огня в войне Израиля против Хамаса и обвиняя Израиля в геноциде. Другие протесты включали массовую забастовку перед библиотекой университетской и требования к Колумбийскому университету прекратить программу двойного дипломирования с Талявивским университетом. То есть, понимаете, это очень серьезное заявление от тех людей, которые учатся и которые вроде как теперь решают вопросы, но не тут-то было. Старший исполнительный вице-президент Колумбийского университета и председатель специального комитета по безопасности кампуса Джерард Росберг заявил, что окончательное решение по закрытию этих групп было принято после того, как они провели митинг, который продолжался несмотря на предупреждение и включал, опять же, ту самую угрожающую риторику и запугивание, говорится, в заявление господина Росберга. В ответ обе группы заявили, вы можете закрыть наши организации, но не можете остановить биение наших сердец во имя освобождения, человечности и свободы Палестины. Короче говоря, от реки до моря и никак иначе, но будем надеяться, что ответные меры принимаются и это каким-то образом изменит ситуацию в университетах. Ну и, я думаю, самое главное, что некоторые спонсоры прекратили пересылать туда свои пожертвования, а это еще серьезнее. Далее. В то время, как бывший губернатор Южной Каролины, извините, это Никки Хейли, утверждает, что не собирается быть ничьим вице-президентом, она заявила, что этот вопрос даже не обсуждается. 45-й президент Дональд Трамп согласился со своим главным оппонентом на праймере с республиканской партии Нью-Гэмшири. С ней все в порядке, но она не кандидат в президенты, и когда я говорю это, имею в виду, что ее не выберут вице-президентом, сказал Трамп на митинге в Конкорде, это в штате Нью-Гэмшир, пятницу вечером. Я не могу сказать, она не, это я продолжаю его речь, не того сорта, чтобы быть вице-президентом, а затем, что леди и джентльмены, я с гордостью объявляю, что выбрал, но-но-но. Иначе говоря, интрига, кто будет, возможно, вице у Трампа, ну, естественно, если он победит в республиканских праймерис, остается. Но, как видно из его высказываний, нынешние участники праймерис от республиканской партии в качестве кандидата на пост вице-президента, Дональдом Трампом, не рассматриваются. Теперь о Суперболе, об этом удивительном и всеамериканском действии. Супербол под номером 58, это финальная игра Национальной футбольной лиги. Так вот, возвысите каждый голос и пойте. Часто это название, называю, это название национального гимна чернокожих. Так вот, возвысите каждый голос и пойте, будет исполнен на этом самом Суперболе в дополнение к традиционному гимну, знамя, усыпанное звездами, и патриотической песне «Америка прекрасна». Песня, которая заимствует библейские темы из книги «Исход», исследует идеи свободы от рабства. Она часто звучала во время движения за гражданские права в 50-е, 60-е годы. И включение этой песни в программу Супербола вызвало неоднозначную реакцию общественности. Некоторые рассматривают это как позитивный шаг вперед, в то время как другие, такие, например, как бывший кандидат губернатора Аризоны Кэрри Лейк и консервативный комментатор Бенни Джонсон, считают это вызывающим разногласия и неуместным. Ну, возможно, неуместными были и стояния на коленях и прочие акции. Так что удивительного мало, ну, прозвучит еще и этот гимн. В чернокожих, наверное, как-то переживут болельщики, которые будут наблюдать в разных странах, особенно у нас здесь, в Америке, эту финальную игру. Те самые сотни миллионов людей. И последнее, пожалуй, на сегодня. Я часто захожу на аккаунт ВЭКС, бывший твиттер Джеймса Вудса, и очередной раз я зашел. Напомню, кстати, что Джеймс Вудс прекрасный актер, он сыграл в таких фильмах, как «Казино» и «Однажды в Америке». Помните, наверное, его персонажа Макса Берковича, который в зрелом уже возрасте в фильме. Он также известен исключительным интеллектом. Его IQ составляет 180. Ну, это просто практически гениальный человек. Он учился в Массачусетском технологическом институте. Он изучал политологию, но потом занялся актерским мастерством. И мы знаем его как замечательного актера. Так вот, Джеймс Вудс еще и прекрасно излагает свои мысли. Он пишет, и я люблю читать его, как и многие другие твиты. Так вот, что он написал буквально, вот, один из последних таких его твитов. Неважно, кто из демократов баллотируется в 2024 году. Джо Байден или Мишел Обама. Вы голосуете за или против самой партии и ее ценностей. Или их отсутствия. Если вы хотите за облачно высоких налогов, прозрачные границы, безудержной преступности, мандатов на вакцинацию и остервенело жестокого обращения с детьми, голосуйте за демократов. Ну, наверное, точнее не скажешь. Добавить нечего. Вудс прав. А вы уж, господа, хорошие, особенно те, кому предстоит это голосование. Думайте, думайте. Да, ноября есть время. На этом позвольте закончить. С вами был Игорь Цесарский. Сегодня 20 января. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик. И всего вам доброго. До новых волнующих встреч.